С Василием Ивановичем ездили в прокуратуру, там Александр Васильевич Савенков и многие другие активисты. Но с мертвой точки ничего не сдвигается. Мы хотели сделать добровольную народную дружину, как раньше было в те наши времена. Чтобы село контролировалось, чтобы был какой-то контроль над всем. Этого Греченко нам препятствует. Нет и все. Я тут хозяин. Я сказал нет и все. Нет, потому что ему это очень невыдгодно и неудобно. Обращались несколько раз к Нелину. Значит, на Нелина жалобы постоянные. Даже вот в этом магазине я заходила, девочки сказали, каждый месяц он собирает поборы. 200 гривен, 200 гривен, 200 гривен. Совсем сточет. Понимаете, вот эти нелегальные металлоприемники. Это нелегальные какие-то платхаты. Меня в прошлом году вот здесь вот прям чуть не побили на улице. Там Махонин, Малыхин. Царство Небесное. Да, Царство Небесное. Это ужас один. Косоговскую вот травмировали, тащили ее бедную. Купи бутылку водки и палку колбасы. Она уже умирает, женщина. Женщина лежит постельная. Никому нет дела в этом селе. Понимаете, каждый сидит сам за себя. Вот меня сегодня не трогают. И слава богу. Но вы уверены, что завтрак вам не придут и не сделают с вами то же самое? Что мы предлагаем? Что мы предлагаем? Мы предлагаем, чтобы ребята, которые хотят работать здесь, вот Днепр один, они просят помещения, они просят заработную плату, потому что за дармо никто работать не будет. Это сапоги надо накормить. Знаете, в одно время, я извини, я же полюбил, садовой был. Порядок везде был. Он сказал, кто ворует, кто что делает. Потому что рабом он не хочет работать, он не хочет работать, его здесь никто не знает, никто не видит, вы понимаете? Это ненормально. Звонишь Нелину, ЧП, вот у меня выкопали во дворе, все саженцы выдрали, все персики повыдирали, все кустаринки повыдирали. И что? Возле, ныне там.